За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Посмотрите, эта девушка не поверила ни мне, но она и не поверила и кандидату наук, уважаемому человеку, по фамилии Франц Халио, который утверждает, что здесь теплый эмиссия, поэтому здесь особый климат. Он действительно особый, спора нет, у нее есть свои качества, но главное это не Енисей, горы, и мы еще с вами будем изучать. А почему именно вот так и все растет? Кто-то знает, а кто-то узнает, я интригую. Так вот, эта девушка потащила меня на Енисей, 0 градусов Елена Александровна. Елена Александровна, я после этого, это когда было? Это было 6 января, а вот 15 января я проезжал, думаю, да все, потом, потом, все-таки сфотографировал. Вот это Майнское водохранилище, высшая большая ГЭС, я стою на маленькой ГЭС, дочерней Майнской ГЭС, вот и снимаю. Посмотрите, где тут чуть ли не кипяток, посмотрите, видите, это, ну, правильно, 0 градусов. Перехожу на ту сторону плотины ГЭС, вот это низ, так, вот это и есть. А еще дальше мороз и дальше она уже остыть не может, но все равно она не заковывается льдом, потому что это горная река, это горная река, она не замерзает. Знаете, когда Франц Холио вот этот пример привел, что не замерзла, а значит, что она теплая, я вот понять не могу. Я наличианин, да, вот, мы идем, 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 идем на лыжах, река. Река, минус 40, январь месяц, точно так же, не замерзшая. Вы скажете, я придумал, а нет, знаете, как она называется, ну-ка, правильно, Талая, специальное название, река Талая. Там при минус 40, на севере, на 70-й параллели, не замерзшая река. И вот такой пример приводить, отбивать охоту, говорит, железо такой-сякой, ой, извините, вырвалось, наболело, вот, до сих пор весь в этом. Мы все родом из детства, смотрите, друзья, вот на эти фотографии. Вот это, почему, речь идет, ну, начнем с дошкольного образования, это образование. Я не знаю, отвечает ли, допустим, Министерство просвещения за дошкольное образование, сейчас не знаю. Вот, я знаю другое, показать, смотрите, вот, чтобы меня болтуном не считали, видите, я знаю, что вот это дошкольное образование не просто так. Вот такие бумажки всем подряд не дают. Я горжусь вот этим, как орденом, который у меня, кстати, тоже есть. Видите, я надеюсь, мы здесь прочли. За отзывчивость, за помощь, активное участие. Так я почему говорю? Я, вольно-невольно, я не то, что там изучал программы, дошкольное образование в Советской России поставлено, ой, по Фрейду, может, и правда вернемся в Советскую Россию, в нашей России поставлено гениально. Дети развиваются по-настоящему. Но придя в первый класс, с этого момента начинается, а не гений, деградация. Я доказывал это и буду доказывать, только что, мне кажется, постоянного слушателя моих вебинаров, я надоел. Я боюсь, что кто-то сейчас, ну, не пошлет меня, ну, просто отключит телевизор. То есть, этот ящик, этот вот. Так вот, что вы видите? Вы видите, середина дня, 15 января, площадка, которая, как называется, ледяная горка, которая еще 3-4 года назад была забита так, что становились длинные осени скатиться. А 15 января, подчеркиваю, в середине дня, вот, я привез своего ребенка, и только одного, и больше никого. Я еще фотографирую, слева тут это, самый стадион, слева, как это называется, на который качается. Пусто, никого. И вот эта картина, когда полностью, уже завершилась деградация детей. Нет, не так. Когда полностью включилась процесс деградации детей. И говорю я для Елены Сергеевны, у которой двое мальчиков. Вот почему, пойдем дальше.